Это пятый раз, когда Александр Лукашенко и Владимир Путин в этом году проводят переговоры очно. Тоже определенный политический сигнал для мира. Беларусь и Россия подлинно стратегические партнеры. Транспорт, энергетика, военная безопасность, импортозамещение, мобильная связь. Глобально нерешенных вопросов сейчас между сторонами нет. О достигнутых результатах, вызовах и перспективах для союзного государства мы поговорим с российским политическим и общественным деятелем, председателем движения развития Юрием Крупновым. Юрий Васильевич, здравствуйте. Объем белорусско-российского товарооборота в прошлом году составил почти 50 миллиардов долларов, причем порядка 90% платежей в национальных валютах. Значит ли это, что нам удается защищаться от тех, кто вводит санкции, ну и не допускать подобных действий в отношении партнеров? Здравствуй, студия. Я хочу сразу напомнить уважаемым нашим зрителям, да и всем участникам нашего моста о том, что вообще-то у нас союзные государства, Россия и Беларусь. И отсюда, мне кажется, вот эти 90% перечислений в национальных валютах, ну в общем-то это совершенно естественный для союзного государства момент. И я напомню, между прочим, у нас в декабре будет 25 лет подписанию договора о союзном государстве. И я хочу напомнить, что и Украине предлагалось в 99-м году войти в это союзное государство. Поэтому очень важно, что мы все-таки существуем именно в союзном государстве, в режимах союзного государства. У нас, по сути, замкнутые друг на друга экономики. Мы интегрированы в рыночном формате. И это огромный плюс нашего союзного государства. Вот одна из главных тем общения двух лидеров безопасности. Уже в ближайшее время начнется вторая фаза учений по применению тактического ядерного оружия. Вот как вы оцениваете наше сотрудничество в этом направлении? И почему у Запада начинается паника из-за наших военных маневров? Ведь союзное государство соблюдает все обязательства в сфере ядерных вооружений. А НАТО постоянно проводит такие же учения, как и Минск с Москвой. Ну, для Запада единство наше и единство вооруженных сил и всего спектра вооружений, конечно, является прямым напоминанием о том, что нас так просто не возьмешь, говоря по-простому. Если взять Беларусь, то помимо мощной для 9 миллионов населения мощной армии и абсолютно по-современному и оснащенной и подготовленной к современным реалиям, помимо этого Беларусь имеет уникальное территориальное расположение. И с одной стороны, по сути, является своего рода линией соприкосновения с всем Западом, прежде всего, в таком буквальном смысле, и с НАТО. С другой стороны, уникальное положение по отношению к той же Украине, к тем же прибалтийским странам. И плюс наши потенциалы по армиям и по вооружениям, все это составляет, на мой взгляд, однозначно для всех экспертов оцениваемую как грандиозную силу, которая, в общем-то, не даст изменить ту карту реалий мировых, которую хотели бы изменить НАТО, как в европейском формате, так и, в общем, сейчас, подтягивая Индо-Тихоокеанский регион, собственно, и в глобальном формате. Мы грозная сила, мы никому не угрожаем, но, конечно, за себя всегда сможем постоять. Для России, которая имеет такое тактическое ядерное оружие, и для Беларуси, которая теперь тоже фактически входит в этот, ну, если можно сказать, клуб стран, имеющих тактическое ядерное оружие, соответственно, предстоит задача просто промоделировать, проимитировать, если хотите, возможные самые тяжелые варианты развития событий для того, чтобы максимально быть готовым к любой ситуации. Но понятно, что это не имеет никакого отношения к угрозам кому-либо, не к тому, что, вообще-то, у кого-то есть желание применять ядерное оружие, хотя пусть и тактическое. Это просто говорит о том, что арсенал и линейка ядерных зарядов, она, в общем-то, сама по себе это совершенно инновация, она достаточно длинная, и Запад должен понимать, что если будет создана угроза суверенитету России и Беларуси, то у нас есть этот вид вооружения. Уверенно смотрят страны и на стратегическое партнерство с Китаем. Россия поддерживает Беларусь во вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества. Что дает интеграция в этом направлении? Соответствует ли она интересам Союза? Мы должны отдавать себе отчет, что, конечно же, взаимодействие с Китаем это очень непростой вызов для нас, потому что по своему экономическому потенциалу с полутора миллиардами почти населения, конечно, Китай по большому счету может провести экспансию на наши рынки и, в общем-то, не дать возможности развиваться нашему машиностроению и так далее. Но закрыться мы никогда не сможем. Поэтому, на мой взгляд, тот тип сотрудничества с Китаем, который наше союзное государство и Российская Федерация и Республика Беларусь демонстрируют, это как раз поиск модели, когда мы находим взаимовыгодные точки сотрудничества без экономических угроз друг для друга. Поэтому, по большому счету, Китай, конечно, здесь нас усиливает, дает возможности, которые сегодня отрезаны в лице западных стран, государств, той же Европы, Европейского союза, Соединенных Штатов, Японии, Республики Кореи. И, по большому счету, если бы не было Китая, трудно представить себе, как мы могли бы решать большой спектр задач, связанных с модернизацией и перевооружением наших экономик, прежде всего промышленности. Но нам удается это делать. Тут важно как раз вот эту модель отрабатывать, сохранение своего экономического и технологического суверенитета. И, мне кажется, пока это удается. Спасибо за ваше мнение. Мы беседовали с российским политическим и общественным деятелем, председателем движения развития Юрием Крупновым.